здравствуйте здравствуйте это люся и у нас сегодня есть небольшой повод сегодня пятница пятница мы должны с тобой снова снять два ролика и так в одном из роликов люся включила из себя лису алису который с котом базилио помнишь они же она сказала прикинулась бедный несчастный попросила зрителей исполните мечту и попросила коньяк я не просила тем более это ценно что я не просила а просто озвучила ты мечтаешь попробовать коньяк арарат ахтамар вот и один наш подписчик поклонник твой поклонник подписчик прислал нам вот эти две бутылочки на дегустацию давайте быстренько посмотрим что он хотел нам сказать виктор николаевич приветствую вас также вашу замечательную подругу люся и вот я взял на себя ответственность воплотить в жизнь мечту люся с при очередном посещении магазина увидел в продаже вот этот замечательный коньяк приобрел его надеюсь он ей понравится может быть не понравится но мечтаю и исполниться тем не менее очень рад был пообщаться с вами даже пусть даже в таком формате и как я молодой человек очень очень даже очень даже отлично и так коньяк арарат ахтамар что мы должны о нем знать что здесь написано 10 лет что подарочная красивая коробочка что 10 лет это не значит что здесь десятилетние коньяки тут как пишут сами производители намешано накупажировано предка 15 видов всяких спиртов средний возраст которых составляет 10 лет тут могут быть и молодые спирты там три-четыре года и могут быть старой спирты 20-25 лет но мы вот такой купаж они получили подарочная коробка очень красивая бутылочка фирменный стилистика кстати компания выпускающая арарат она французская она приближет французам перно рикар интересно или нет я об этом знал я об этом знала так же как и ваши зрители наверное тоже много раз слышала и предыстория такова что один из моих знакомых мне сказал что ахтамар не хуже французов вот это вот меня и зацепило сейчас мы будем это объяснять как мы недавно с люсей поняли что французы не все французы одинаково полезно свое позволение открыть бутылочку красиво оформлено очень красиво стильно выдержана не ярко некоторые некоторые армянские производители пытаются копировать форму бутылки форму этикетки но у них это получается не очень хорошо здесь строго даже по коробочке золото и темно-синий цвет но благородно я как дизайнер никаких красных белый темные золота 10 лет давай с приступим как это помолять что приступим помолять раньше же как даже за стол садились только помолять и вставали круче надо было желание загадывать загадываю быстрее успела я даже тут почувствовал честно потому что перед твоим лицом может быть на пробке мы и закончим а б но не нравится что вы больны не маной мне нравится только что-то как программная прям про нас что что не так что не так я делаю быстро как-то все наливаете нету никакой даже вот давай наливать реамбулы давайте цвет ну цвет у всех коньяков линейки арарат красивый благородный заиграет золотом как говорят сами производители в гости прописано на свету играет золотыми оттенками темно-темно-темно медный красивый шикарный но армян я любят золото ну это все дело в том что вот такой цвет почему я люблю темный цвет виски да вот мне кажется наиболее аппетитный когда можно такие цвета он там вызывает восторг удивление и красоту то что написано на контр-этикетке год урожая 2009 местами на республик армения коньяк старый к с автомат ну давай дорогая скажи по ароматике ты у нас очень специалист это очень на это может сильный аромат скажем так если я даже по одной пробке почувствовал в бокале это еще более шикарный есть конечно немножко спирта как бы есть спиртозен но говорят же что он же должен постоять открытым но немножко нужно постоять открытым да даже вот сейчас уже но он спиртозность разумеется присутствует 40 там или 40 40 ну если честно вот по-честному она немножко похож по запаху на французов по крайней мере на того француза который мы пили который нам на вкус я бы сказал по запаху он похож на тот аромат коньяка который мы хотели бы почувствовать вот это вина виноградность никакой вот ванильной составляющей запахи нет да и можно никакой абсолютно вот виноград медида удивляет когда некоторые обзорщики чувствую запах темного винограда или вот здесь вот белый виноград белый виноград то есть изюм там отличают по запаху я этого понять не могу я специально купил несколько сортов изюма и пытался понять люди которые очень чувствительны специально специальные люди с какими-то рецептор самые лучшие цепь в моем доме это у моей собаки ну да спиртозность уменьшается ну понятно волна спиртов уходит во первых во вторых мы уже наши с тобой как это рецепторы носовые попривыкли скорее всего и мы уже не воспринимаем но вы будете смеяться потому что вы все время на этом слове надо мной смеетесь но я чувствую чернослив он он есть правда виноград да и скорее даже не виноград а изюм пожалуй взять паузу и принести чернослива чтобы я уже его понюхала наконец-то как он на самом деле есть чернослив не нужно я нюхала да нюхала чернослив у тебя наверное все-таки ассоциации в том что тягучие и легкая 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 и чуть-чуть сладость ароматика хорошая шикарная я бы сказала ароматика честно ароматика шикарная ну хорошо наверное если бы я не знала что это ахтамар я бы подумала что-то француз ну со своими маленькими познаниями не почему с тобой столько коньяков извините по перебуха пара дегустировать ну давай по небольшому глазочку за здоровье наших зрителей и спасибо большое незнакомому мне человеку за такой подарок за практически вы знакомы но заочно но тем не менее красиво вечера низу был кардос жалко пить ну не до такой степени хватит уже ломаться девушка кто девушку поил то девушка танцует ты знаешь почему коньяк ахтамар называется именно ахтамар нет ты не знаешь что легенду правда не знаю даже и не пыталась себя тут умную корчить быстренько рассказываю ну всегда там это все производители как алкогольных напитков они стараются придать некий ореол таинственности не старости и какой-то там и легенды для того чтобы ну сделать как бы напиток не просто бухаем да мы прикоснулись клиенте мы прикоснулись к истории мы прикоснулись к старой красивой сказке жил да был жил-да был жил-да был один король царь очень приятно царь очень приятно царь очень приятно здравствуйте царь в армении и была у него красавица дочь звали тамар тамар ну тамар небо было царица тамара ты почти отгадала да ее звали тамар и она была настолько красиво красиво что к ней сватались женихи чуть ли не сирии с македонии откуда только женихи не приезжали но она гордо их отвергала ты можешь бухать я просто мне очень нравится и к ней сватались все женихи красавцы и так далее так далее так далее она всех отвергала отвергал отвергал царям я уж не помню как зовут собой красивое армянское имя уже хотели войну идти чтобы завоевать сердце этой девушки и тогда царь что ж делаем лоток то что пересохла в горе ты три уже сделал мне нравится как вы говорите когда поем до лавей гор женщины молчат и тогда этот царь взял свою дочь тамар и отселил на один остров какую-то высокому высокому замке туда отправил ну понятно охрану отправил тогда там слух и так далее женщин чтобы ну соблюдали до чтобы она жила там попался да вот кому не да да вот но папаши главной тайны царица тамар была влюблена творится на принцесса тамар принцесса тамар была влюблена в одного бедного но гордого и мужественного джигита в армении разве джигита прямо бы нет юношу все разок юношу да и она и они когда он их оселял да уже это она она они успели обменяться крятвы успели поцеловаться так говорят легенды возможно ли что-то было но это же легенда мы можем добавлять ты знаешь как и легенды рождались 1 до каждый от себя что-то добавлял давай добавим что они вместе катались на конях поколит под горой арарат нервали виноград ели им это понравилось вот и там они познакомились упускаем нашу легенду мы добавим то что не может быть они танцевали как фильме чилинтана и мяли своими ногами виноград она была принцесса да а он был бедный вот она спустилась в народ и и когда их растали он юноша конечно же хотел всплал любил и она его любила и вот однажды юноша гуляя вечером и оплакивая пропажу своей любимой вдруг увидел дали огонек он подошел ближе видел горит что-то он вел широкая река и он понял что его тамар шлет ему огонь любви с острова с острова ну и он и мужественный как я уже говорил вначале нырнул и поплыл книг брат и к этим ближе поплавала поплавал тем ярче горел огонь и выйдя на берег он увидел тамар и они занялись глупостями ну судя по всему или может быть просто я что-то не поняла он прыгнул туда где он нет он дал огонь дабы а это огонь плыл нет а огонь горел да это было маяк как маяк да и он поплыл и плыл на этот огонь это река он жена у него же видел он же и туда и плыл на огонь плыл но что-то главное маяк да не он плыл слушай давай попробуем хороший коньяк кстати я думаю где кончается легенды начинается ваши домы прям на самом интересном чем больше мы пьем чем чем больше мы пьем тем больше я буду красноречив как это связано с коньяком друзья у меня вот такой вопрос армянская принцесса принцесса армянская ну ну коньяк армянский они владеют им перно рикар а французы соблюдают обычаи традиции хорошо и они вон чего начали заниматься ну в нарды поиграли но утром он поплыл назад и так продолжалось некоторое время он вечером выходит она жжет огонь он к этому огню плывет и каждую дочь каждую дочь каждую ну я не знаю возможно про плыть да к любимой она молодец твой сосед вот и царь однажды царь заметил приехал как-то на проведать свою дочь сможет на что-то веселое не грустит живот вот такой может быть и такой и он это твои домыслы дам и он говорит надо что-то проследить они ночью следят смотрят тамара выходит разжигает огонь на берегу у юноша и он поплыл они ага вон чем запретить им встречаться сделайте что хотите чтобы не встречались сказал грозный царь продолжение этой истории подождите а какая река широка река широкая река глубокая река не доплыть тебе с тобой бережка как он не переплывал то каждую ночь каждую ночь слушай но об этом легенда умалчивать я могу предположить что река это была нева и либо поскалец пускай лучше волга волку переплыть тяжело нет подождите давайте разберемся давай по какой реке он плыл по реке и какая разница но и уплывал на своем мой плавал по морю но это когда за армии это всемирный потоп в курсе но так это не река была там потоп был я понимаю что потоп но там же река разлилась нет дождь с небесно арарат гора гора арарат хотя да ну ладно и вот давай глоток и продолжим это нашу печальную историю она печально будет вообще ты будешь плакать и вот царь прислал этих своих бойцов наемников чувакашников не знаю как хотите их называете чтобы они это не чтобы они до их действов прекратили и что они значит тамар выходит снова разжигает огонь тут прибегают юноша прыг и поплыл прибегают охранники хватают там а на глазах и и и хватают а он плывет огонь да он видит огонь и плывет они ухватают и носят она взморилась упал и многие сказала пожалуйста только не тушите огонь ну как сказали эти чувакашники ничего личного нам за это заплатили и они затоптали огонь царицу принцессу тамару закрыли тамар закрыли высокой башни ну а юноша плывет плывет раз и огонь пропал и он не видит ни конца ни края и он стал метаться не знает куда плыть ночь не видно река ночь черная река и на века и он плывет и все и силы стали его покидать и замолился за на юноша и крикнул ах тамар зачем ты потушил огонь нашей любви и тамара и он криклах тамар и камнем пошел ко дну всю свою оставшуюся жизни кто это услышал то и это услышали горы или эхом пролетело ах там виноград там ах тамар и рыбаки потом говорили часто ночью мы слышим ах тамар ах тамар ах тамар зачем ты потушил огонь любви ну скажите честно вы сейчас сами все это придумали нет правда да ну мамы если бы я придумал у меня было веселый эгофинал и бы жили долго и счастливы да и все и она там про заточение прожила и на отец вообще какой-то просто они все они цари имеют право ты когда я мог выгодно замуж выдать еще и бакшиш какой-то поймите 20 баран 25 20 20 холодильник роза лев что финский хорош почетный грант слушай я следующий будет как тамар 15 я тебя другую легенду я придумаю расскажу так давай тигры это было бы веселее слушайте мне я скажу что мне коньяк ахтамара хотя это как говорят начальная линейка там двин там еще лучше есть до 1 до очень хорош очень здоровский и вот правильно твой парень сказал что очень похож на французские выдержаны тем более повторюсь здесь десятка я не говорят это средний возраст спиртов и мы не можем предугадать сколько там каких и в каком количестве но сбалансированно полнотела после вкусе я не богатые но вкусная и твои любимое слово коньяк какой ядкий и выпить хочется выпить хочется причем я говорю мы вот даже перед роликом договаривались чем будем говорить правду или будем хвалить решили говорить правду на самом деле я никогда в ролике не вру нет а я бывает когда у меня после к вида вообще не было ника а сама в общем спасибо большое кириллу анатольевичу и нашему курьеру ольги она обязательно будет смотреть этот ролик можно передам передавать в пользу случаем оля матвей спасибо вам за то что вы нашему вот этому веселому состоянию посодействовать и продукт кстати сколько цвет не знаешь мне даже цен не посмотрел дорогие друзья если вы покупали продукт напишите пожалуйста чем-то 05 200 до 07 3 400 ну понятно да то есть достойно это принципе не дешевый совсем совсем дешевый у какого французского за эти деньги купить за две с половиной тысячи можно французы купить и я не знаю я не столько много французских коньяков себе позволял своей жизни и как бы ну вот это хороший ну как пьется просто и в полости рта и как ты больше в роте чувствуется мягкость полнотелости плотность напитка все то что по моему личному мнению повторюсь я не знаю вас может быть своими то что должно соответствовать качественным коньякам вот это качественно вот коньяк на данном продукте написано совершенно от души и по-честному украшения но вот коньяк 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 автомир архтамар ахтамара незнано мальчика я не знаю артан ашот Ашот Хорошее имя для мальчика Ашот Ашот это армянское имя? Не знаю, напишите, пожалуйста, чье имя А Люся же не знает Люся, слушай, может быть, сохраним традицию Ты попросишь, о чем ты еще О каком продукте ты еще мечтаешь? Мечта сбывается И не сбывается Честно? Да Что-то ты так это Ну, вообще, я бы хотела Мяуков, только еще по высшим уровням Ох, я думаю, у нас Таких фанатов На нашем канале не существует Я просто бы хотела Может, плачу Мяуков тоже Я скажу, это другой коньяк Это чуть-чуть пожестче Мяуков, он совсем мягонький А этот, ну вот он такой прям Для тебя это греченый может быть пожестче Да, потому что, а для меня прям самое то Ну, вообще Я всегда говорил, что... Я уже даже вообще пожалела, что вам рассказала обо всем об этом Надо было дома одной выпить и все Фу, такое быть Нет, конечно, я шучу Теперь, я всегда, когда меня часто спрашивают люди А какой коньяк вы посоветуете вы? Мне часто пишут Из армянских Я говорю, из армянских я могу посоветовать только Ной и Арарат Остальное, дорогие друзья Ну, как бы Я не встречал, во всяком случае, до сегодняшнего момента Не встречал ничего достойного Не, ну это что за Арарат? Я говорю, Ной и Арарат Да, это Арарат То есть, если меня спрашивают, что? Я говорю, вот это А наши русские Ну, я говорю, вы Наши русские коньяки Вы покажите мне плантацию Пятигорские Пятигорские? Есть Расковеевские Я снимал Я пил Пятигорские коньяки И это было разочарование Все, дорогие друзья Спасибо вам большое, что вы досмотрели этот ролик до данного момента Надеюсь, кто-нибудь из вас сможет выполнить мечту Люси А пока, пейте, меньше пейте ответственно Пейте в хорошей компании В следующем ролике я буду чуть поскромнее Ну, следующий ролик мы будем через полчаса записывать Ну Ты будешь поскромнее? Ждите следующий ролик Все, спасибо, что были с нами Спасибо Спасибо Супер Прям, да, прям хорош, прям хорош Блин, я надо было еще Димочке этому передать привет Который мне это все надыбал вообще Какой? Екатеринбург Ну, Дима, это муж моей подруги Который сказал, что Она мне говорит У меня теперь Димон пьет только Ахтамар Ну, ладно Мы пошлем этот ролик А Димону И он там пошлет Ахтамар Она меня даже прям очень даже просила Чтобы я ей прислала ролик Потому что я сказала, что это все с вашего Слушай, ну, прям, прям, прям Неожиданно, да? Не, почему ожидаемо? Я просто, ну, я нырнул, уже вначале Почитал отзывы, все пишут Хорош, хорош, хорош Стоит своих денег И моя любимая Каждой своей копеечки он стоит Ну, сколько? Правда, я за это не заплатил ни копейки Не, ну, вообще, вот честно Первый раз такая вот фигня, да? Предыстория у ролика Такая предыстория И так это все интересно Ну, вообще здорово Какая-то обратная связь Я выключаю микрофон А то сейчас записывается все Наши пьяные разговоры, да Кому они нужны Кому нужны наши пьяные С тобой разговоры Субтитры сделал DimaTorzok